Привет, мой друг, на связи Макс Климов, и сегодня я расскажу тебе, как накачать среднюю дельту. Понятное дело, ты без меня знаешь, как это сделать, только вот проблема, плечи-то, скорее всего, у тебя отстают. Итак, перед тем, как приступить, мы для начала должны вспомнить, что дельтовидная мышца осуществляет как жимовые движения, так и тяговые. Поэтому, для того, чтобы пробомбить ее максимально эффективно, нам нужно использовать и те, и другие, и потом еще добавить какую-то красивую изоляцию, в конце которой добьет эту красавицу. Начнем нашу тренировку средних дельт с жима штанги за головой. Я предпочитаю делать его в тренажере Смита, потому что так я лучше контролирую движение. И обратите внимание, я делаю его без спинки, потому что как только я добавляю спинку, я перестаю контролировать свою спину, потому что кажется, что она в безопасности, она расслабляется, и в какой-то момент легче всего травмироваться. Поэтому я всегда держу ее так, как будто собираюсь приседать. Так я действительно контролирую движение, и тут я понимаю, что не травмируюсь. Ну, по крайней мере, постараюсь. И вам, друзья, крайне советую контролировать движение, не терять концентрацию в процессе, и для этого, как минимум, нужно не брать слишком большой вес. В качестве второго базового движения на тренировке сделаем тягу штанги к подбородку, потому что почему бы и нет. Упражнение великолепное, если его технически правильно выполнять, но обратите внимание на то, что локти всегда должны быть выше кистей. Только тогда у вас будет включаться дельта, и в меньшей степени трапеция, если вы все будете правильно делать. Для того, чтобы максимально изолировать среднюю дельту от трапециевидной мышцы, нужно постараться перед выполнением движения немножко растянуть как бы по спине трапециевидную мышцу. Тогда вы сможете осуществлять движения за счет дельтовидной мышцы. Ну и третье упражнение – это махи-гантели в стороны. Классическое упражнение, все его знают, все его, казалось бы, умеют делать, но все технически делают неправильно. Итак, для начала возьмите вес, который вы можете поднять. Начните с двушек, я не знаю, с одного килограмма, пожалуйста, я вас умоляю, не берите слишком многое. Только тогда вы сможете контролировать свою дельту, особенно если тренировочный опыт небольшой. На что нужно обратить внимание, выполняя это движение? Ну, во-первых, в верхней точке у вас руки должны идти немного вперед, а не в стороны. Обратите внимание на то, как я выполняю это на видео. Во-вторых, мизинец вашей руки в верхней точке должен быть чуть выше большого пальца, а локоть чуть выше мизинца. Именно тогда вся нагрузка пойдет в среднюю дельту. За себя могу сказать, что в свое время эта связка помогла мне нарастить мясо на средней дельте. Действительно сработало. И через какое-то время я добавил еще одно движение, которое очень сложно объяснить словами. Это такая тяга-маховая история. Мах гантелью одной рукой, когда ты второй рукой за что-то держишь. Сейчас видосик покажу. Это движение сложно выполнить технически верно, потому что моя версия исполнения подразумевает выполнение его с большим весом. Для того, чтобы контролировать это движение, нужно действительно понимать механику выполнения движения. Я бы даже назвал это базовым тяговым движением, потому что движение осуществляется за счет сгибания локтевого и плечевого сустава. И как вы видите, в нагрузке участвует и бицепс, и средняя дельта, и трапециевидная мышца. Здесь прям хардкор. И только после этого я уже перехожу на махи гантели в сторону. По поводу рабочих весов, друзья, не гонитесь за большими рабочими весами. Здесь важна техника выполнения движения. В любом случае, если вы даже не травмируетесь с большим весом, скорее всего, нагрузка заберет на себя трапециевидная, бицепс, спина, что угодно. Но только не дельтовидная мышца. Кроме того, плечевой сустав – это сустав, который имеет наибольшее количество степеней свободы, и его проще всего травмировать, просто хотя бы потому, что он сложнее всего устроен. Ну и напоследок давайте поговорим о том, как даже тренировать среднюю дельту. Ну и с какими мощными группами, соответственно. Раньше я тренировал средние дельты с грудной мышцей. Я сначала делал на грудь три упражнения, пара базовых, жимовых и одно изолирующие. А потом включал ту связку, вот которая была озвучена чуть ранее. Сейчас же у меня отдельная тренировка на плечи, поэтому я начинаю ее именно с вот этой связки. После этого делаю заднюю дельту. А потом уже вместе с грудными мышцами я делаю переднюю дельту. Ну а на этом с тренировкой средней дельты я заканчиваю. Если видос понравился, подписывайся на канал, ставь лайк. И если есть какие-то лайфхаки по тренировке средней дельты, можешь делиться ими в комментариях. Ну а здесь я откланиваюсь. С вами был Макс Климов. Peace! Субтитры сделал DimaTorzok